Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Мир образования» в студии Елена Борисова. Прошедшая неделя началась Днём Знаний, и наша программа рада поздравить с ним всех, для кого начало учебного года действительно праздник. Но, положуя руку на сердце, когда дети дорастают до школы, родители получают больше заботы и тревог, чем радостей. И, согласно поговорке «маленькие детки – маленькие бедки», масштаб трудностей увеличивается к старшим классам школы. В сегодняшней ситуации в стране такова, что проблем нам добавляют не столько дети, сколько руководители нашего образования. Ведь до сих пор нельзя сказать, что появилась настоящая образовательная стратегия. Как сказал 1 сентября депутат Московской Думы и педагог Евгений Бунимович, мы до сих пор не можем сформулировать, что мы хотим дать детям и что хотим получить от них. До сих пор нет образовательных стандартов. Через 4 месяца закон об едином госэкзамене вступит в силу, но законодатели до сих пор спорят о нем. В результате нынешние 11-классники не знают, что их ждет в конце учебного года. И никто этого не знает. Сегодня в выпуске. «Манеж от Адая», «Таганское кадетство», «Ежедневник мирообразования» и «Книжное царство на ВВЦ». Если вы заботливый родитель, то накануне учебного года у вас возникает множество вопросов. На какие-то из них можно получить ответы в интернете или у более опытных друзей и знакомых. Но если вы живете в столице или оказались здесь в августе, то могли просто прийти в «Манеж». Здесь проходила третья по счету выставка-ярмарка «От Адая». Выставку посетила Екатерина Перязева. За один поход сюда родители могут собрать ребенка в школу, проверить его здоровье у врача, а также получить консультации у самых разных специалистов. Детям дерзать и не бояться ничего. А родителям не требовать от детей невозможного. Не пытаться воплотить свою мечту в жизнь. И посмотреть, что ребенок – это личность. И личность уже сформированная. Она сформирована уже в три года и при рождении. Поэтому учитывать все его возможности. И главное – не навредить. Не отбить охоту и желание учиться. Не отбить вообще охоту и желание что-то делать. С тем, чтобы не развить у него неуспешность в жизни. Здесь дефектологи, психологи и логопеды рассказывают о том, как можно играть с детьми. Что и в каком возрасте лучше делать для их развития. Нам порой кажется, что главное – научить ребенка читать и считать. А специалисты определяют готовность к школе с помощью игр и специальных тестов. Молодец! Молодец! Вот он, трогай, шелый! Хочи мне! Хочи! Молодец! Беспокоят родителей и здоровое питание школьников. Посетители ярмарки впервые в этом году могли даже продегустировать продукты, которыми кормят детей. Обработка в основном щадящая, то есть мы уходим от жареных продуктов. Это в основном припущенные блюда, это отварные блюда. То есть то, что должно способствовать здоровью детей, здоровью нашего подрастающего поколения. Для тех, кто не успел на дегустацию в Манеже, есть шанс попасть на нее в школьной столовой. По крайней мере, в некоторых московских школах в сентябре будут проводиться такие сеансы для родителей. А еще придумано специальное название блюд, например, салат на 5 с плюсом и математические тарелки. Интересно, повлияет ли это на успеваемость или важнее все-таки хорошие учебники и пособия? В этом году, в развитии вышедших в прошлом году книг для учителя по обществу, знанию и новейшей истории России, издательство «Просвещение» выпустило учебники «Общество знания. Глобальный мир. 21 веке» и «Новейшая история России». Методические пособия к ним. Стала выпускаться серия материалов для проведения общероссийских олимпиад по предметам. Выставка включает в себя очень много направлений. От дополнительного образования до ортопедической обуви. Понравилось, что тут все в комплексе, что можно тут и проконсультироваться, адекватный ответ получить и в то же время что-то подобрать ребенку в школу. И плюс ко всему есть развлечение для детей, что можно, потому что дети народ очень быстро устающий, детей можно немножко развлечь, отвлечь и развлечь. Возможно, организаторы поспешили с проведением выставки в августе. Ведь только к середине сентября становится понятно, что понадобится в предстоящем учебном году. Но посетители, похоже, остались довольны и покупками, и развлечениями, и полученной информацией. Чтобы 1 сентября действительно запомнилось школьникам, начинающим этот трудный путь, взрослыми были приложены немалые усилия. Повсеместно устраивались выставки, фестивали, и, конечно, готовились торжественные школьные линейки. У каждой школы свои традиции проведения праздника, но некоторым только предстоит эти традиции основать. Это относится и к тому учебному заведению, которое накануне Дня знаний поменяло вывеску. Обычная районная средняя школа стала Таганским кадетским корпусом. В этот день, какая бы ни была погода, со всех школьных дворов несется музыка, взлетают разноцветные шары, звучат усиленные микрофонами детские голоса. Праздничные линейки отмечают начало учебного года. Скорее бы в школу. Самую гостеприимную, самую красивую, нашу любимую 471. А вот здесь ты ошибаешься. 2008 учебный год мы окончили в школе 471. А сегодня, 1 сентября 2008 года, мы пришли в совершенно новую, не совсем обычную школу. Эта школа в старом московском районе действительно перестала быть обычной. Теперь она называется Таганским кадетским корпусом. С некоторых пор эти учебные заведения снова появились на карте Москвы и других больших городов. В дореволюционной России так называли закрытые школы, готовившие дворянских детей к будущей офицерской службе. Сегодня их роль в обществе другая. Да и учатся здесь не только мальчики. Ученикам 2, 3, 4 класса. Мы ведем сотрудничество с Московским психолого-педагогическим университетом и сотрудничаем с кафедрой военных психологов. Поступил от города такой социальный заказ, поэтому мы и сменили вывеску. Мы своих выпускников готовим специально для поступления в этот вуз. И в стране нашей не хватает военных психологов и медиков. Смена вывески означает серьезную перестройку программы и всей школьной жизни. Необычно, непривычно как-то. Я очень рада, что некоторые предметы можно будет глубже изучить, потому что какие-то некоторые предметы, они помогут мне в будущем для поступления в вуз. Но будут и новые предметы, и немало. Это история вооруженных сил, основы военной подготовки, в обязательном порядке это хоровое пение, в обязательном порядке это хореография танца 19 века, строевая подготовка, огневая подготовка. Это вот обязательные вазы предметы, которые каждый ученик будет проходить. Чтобы справиться со всеми этими нагрузками, школа перешла на режим полного дня. Да и здоровье учеников пришлось тщательно проверить накануне учебного года. Впрочем, и называются они уже не учениками, а воспитанниками. А в декабре станут настоящими кадетами. Традиционно тема первого школьного урока общая для всей страны. В нынешнем году это разговор о толерантности. Но дружественность – это одна из тех традиций школы, которые она собирается сохранить и в новом своем качестве. Вот просто принятие друг друга и уважение друг к другу, уважение к другой культуре, к другому языку, к другим манерам поведения. Потому что, допустим, ребенок грузин, он себя ведет совсем не так, как ребенок таджик. Сегодня кадетские корпуса ориентированы в первую очередь на социально незащищенных детей. Каким образом новый статус школы должен помочь ей справляться с этими проблемами? Вопрос трудный, потому что кое-что мы продумывали, конечно. У нас на педсовете была такая деловая игра, и мы думали, как вести вообще вот эту кадетскую составляющую в обучение и в воспитание. Были такие, в общем, достаточно интересные предложения, но еще надо их как-то прорабатывать, конечно. Выправку мы получим потом, пока вот сейчас пришли дети, и они должны научиться стать кадетами, носить форму, бережно к ней относиться, с гордостью нести звание кадета. Но начало делу положено, и многие относятся к этому с энтузиазмом. Ну, я тут потому что учусь уже как бы с первого класса, я тут всех знаю, все знакомые, вот. Мне нравится мой коллектив, мое общество, вот. И это школа, конечно. Сегодня мы начинаем новую рубрику, посвященную праздникам и памятным датам, связанным с наукой и образованием. Итак, открываем ежедневник мира образования. День знаний установлен в качестве праздника указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. 294 года назад по распоряжению Петра Первого создана первая в России государственная библиотека. В этот день в Петербурге 130 лет назад открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. В 1902 году родился Александр Васильевич Пёрышкин, автор знаменитых школьных учебников физики, по которым учится уже 70 лет. 4 сентября 1802 года немецкий филолог Георг Гротетенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи. В 1964 году, 5 сентября, в Индии установлен праздник День Учителя. 6 сентября, 486 лет назад, оставшиеся в живых члены экспедиции Магеллана завершили первые кругосветные путешествия. 7 сентября 301 год назад родился Жорж Луиле Клерк де Бюффон, знаменитый французский естествоиспытатель, автор 36-томной естественной истории. А в этом году важнейшим событием первой недели сентября традиционно остается Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она открылась во Всероссийском выставочном центре 3-го числа и побывал на открытии наш корреспондент Константин Евремов. Эта выставка немного напоминает библейскую легенду о вавилонском столпотворении, смешении языков, культур и, конечно, всевозможных литературных жанров, стилей и направлений. Открывшаяся на ВВЦ 21-я международная книжная выставка-ярмарка представила своим гостям книги на любой вкус. Ведь в этом году ярмарка стала самой грандиозной за все 30 лет своего существования. Гости форума, около 2800 участников, расположились в трех крупнейших павильонах выставочного центра и даже в шатрах, возведенных на улице. На этот раз почетный гость форума – Украина. Экспозиция Украины заняла целый павильон с одноименным названием. Ну а представители издательского дела остальных, 82 стран-участников, разместились на небольших стендах 57-го павильона. Если говорить по наименованиям, то, наверное, словари и учебная литература составляют не очень большую долю, 25%, может быть, процентов. Также есть детская литература, литература по искусству. Но если говорить по тому значению, которое имеет тематическое направление в нашем издательстве, то на сегодняшний момент мы считаем, что словари – это номер один. Архангельское издательство «Правда Севера» как издательство существует, наверное, лет пять, не больше. Мы теперь работаем как издательство, работаем с авторами, которые пишут о нашем русском севере, именно об Архангельской области, о районах Архангельской области. Культура, история, философия, люди, литература. Вот, собственно говоря, основной спектр, что ли, тем, с которыми мы работаем. Первый же день выставки среди гостей прошли форумы на темы литературы, образования и книгоиздания. Возле стенда издательства «Астпресс» филологи и журналисты дискутировали на тему новых технологий, видоизменяющих книжный рынок. Активное перемещение произведений литературы с бумаги на электронные носители никого не оставляет равнодушным. Хотя отношения к этой тенденции у всех разные. Я думаю, что совершенно не важно, какой носитель, лишь бы материал был, тот, который нужен. Если Достоевского кому-то удобно читать в поезде, на мутбуке, чем это плохо, лишь бы читали. Но, само собой, люди понимают со временем, что вообще, чтение – процесс интимный. Вот тогда, когда берешь в руку в руке книгу, чувствуешь, что традиция – это удовольствие куда больше. Большинство мероприятий деловой программы выставки посвящены делу образования. Издательство «Скорочтение», например, проведет демонстрацию методик для студентов и школьников. А компания «Докобукс» – круглый стол по вопросам распространения научно-технической литературы. Масштаб 21-й международной книжной выставки поражает. И уже тот факт, что ее собираются освещать около 800 журналистов, убедит любого скептика. Живая книга будет жить и дальше, и интерес к ней общества не пропадет. Это был последний материал выпуска. Успехов вам и вашим детям, хороших преподавателей, хороших друзей и, конечно, хороших книг в новом учебном году. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok